приветствую всех зрителей подписка в канал а также гостей пришедших для просмотра данного ролика ролик пишу сегодня поздно ребята ездил я за посылочкой приобрел я себе вот такое вот устройство да очень дорого она стоит конечно но я его подключил из коробки ничего не настраивал никакие кнопки не трогал никаких настроек он работает прям из коробки обзор по данному устройству скорее всего будет на днях будет распаковочка вот объясню что как как подключена также покажу опять же свое рабочее место раз уже в ролике в одном показывал но тогда я обозреваю если это может так сказать штурвал от logitech вот на данный момент у меня появился теперь штурвал от боинга ну а мы продолжаем наше путешествие по югу когда сегодня именно на этом штурвале я и полечу скажем так не было возможности все настроить как я хочу задумки у меня тут есть но это все уже потом в обзоре я расскажу вот поэтому сейчас мы сегодня у меня все тут мышкой работает и т.д. и т.п. не поднастроена тут прям так как мне нужно ну ничего страшно ладно так открываем топливные краны просто не записать ролик сегодня я тоже не мог охота мне на этом все таки штурвальчики пролететь так батарейку подключаем авионику подкачку топлива navigation light зажигание генераторы сбросим так на стояночном мы стоим так бекон light не включили блин такси включил вместо бекону добывать так также генератор опять сбрасываем и гнешен норм артер вов вторую авионику подкачку топлива выключаем таксабелс не курить кабин обогрев стекол и петто обогрев включаем так говорит нам там лампочка говорит что в кабине жарковато давай вентиляцию мы немножечко откроем так ответчик сразу вальт переведем здесь террин радар поставим так месседж какой-то тут нам пришел фиг бы с ним так далее 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 вертикалка 800 у нас будет высоту будем набирать давай пока 4000 пока 4 там посмотрим так пойдем мы в режиме хейдинга опять у меня план здесь никакой не забит так по закрылкам так мы все собственно готовому тогда наверно к взлету да и тест на гранд караван 208 с модификацией кто прошлые ролики смотрел тот знает о чем я говорю что за модификация так мы давай сразу взлетные включаем потому что мы фактически прям сейчас сразу же будем взлетать снимаемся со стояночного снимаемся со стояночного CBS снимаемся и затем в к а Продолжение следует... Продолжение следует... Причем я говорю, если под каждый самолет я логитэч настраивал, под каждый, то все равно такой плавности не получалось тут же из коробки. Продолжение следует... Блин, очень короткая полоса... Продолжение следует... Все, подключаем автопилот... Идем в режиме хейдинг, как я уже сказал... Набираем высоту... Летим мы сегодня в Сочи... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего с ним не так. Температура вроде бы в норме. Все в норме. Чуть-чуть обороты избавить. Вот, управляется опять же с хейдингом, да, вот сейчас. А нет, не управляется, по-моему. Нет, управляется. Я думал, это придется настраивать. Но даже такая вот ерунда уже, ее настраивать не нужно. То есть, там где у меня орудие получается, да, есть кнопка, я выбираю управление там высоты, курса, скорости. Вот она уже работает. То есть, даже здесь мне не нужно ничего настраивать. Я спокойненько ее кручу. Все работает с коробки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПОДПИСМЕНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Так, ну пито я подключил, значит у нас это не лёд, потому как так стробы и эти можем посадочные можем отключить что за предупреждение такое чип-детектор я не знаю что это такое Вылетели мы с военного аэродрома Огой называется, пролетели мы сейчас через Туапсе, Туапсе осталось сзади и вдоль побережья Черного моря мы летим до города Сочи Сочи пролетим над олимпийскими объектами, обязательно посмотрим Вот, а завтра, а завтра я работаю, завтра в планах сначала наработал, но думаю что возможно вечером уже сниму обзорчик распаковку Точнее у меня видео-то уже заснято, но надо его монтировать иначе, а завтра я буду, так что я покажу а погоди я же закрылки не убрал точно я думаю что за ерунда то а так лампочка высокой температуре погасла он почему-то чип-детектор никак не гаснет были ну что это за фигня не повредить закрылки я не мог я был в белой зоне по скорости то есть белой зоне с закрытками мы работать можем никаких повреждений от этого не будет не должно быть но мы летим в район головинки и 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 штурвал из коробки покажет себя на посадке надеюсь ту плавность которую я хотел я ее все-таки получу которую я не смог добиться от лаги теча конечно там я поднастроил все более-менее стало приятно но на вот этом аппарате и конечно намного круче ну и понятно да не стоит сравнивать лаги течь с просто мастером по той причине что лаги течь тот уже выпущен давно просто мастер выпущен ну не могу сказать в каком году но не так давно естественно здесь уже стоят датчики холода более точные и все намного плавнее и приятнее работает так мы в море мы не пойдем хотя посадку в сочи будем делать на 06 но это со стороны моря и и и и и и и Блин погодник здесь тоже Я хрен его знаю как он работает Если честно я с ним не разбирался Но как бы я еще Не летал по плохой погоде Поэтому наверное мне и не надо Почему тут stop off написано Не знаю ничего не показывает Хотя тест Он наверное выключен у меня Вот он включен Engine condition 23 Так не надо нам 23 Он может нам отказать Прям в полете мы его подчинили Перезаправить кислород Да сбросить все поломки Да я вижу лампочка у нас пропала Значит у нас было что то с двигателем не то Блин Так давай мы до 3500 Тогда наверное спустимся Помаленечку будем снижаться 300 футов 0 Спасибо. 2 2 3 4 5 6 возросла активность на канале увеличились просмотры я смогу подписочки даже большое спасибо всем кто подписывается всем кто смотрит как бы если бы не эти подписки и просмотра я наверно сегодня бы ролик бы вообще бы не писал но зайдя на канал увидев что активность возросла думаю надо записать потому как есть люди которые наверное ждут продолжения роликов особенно да когда вот такие у нас полетные серии как вот это по югу россии например поэтому не смог я не записать сегодня ролик до давление блин не выставили порта при взлете в общем косячу я сегодня по полной программе и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из Сочи мы уже, скорее всего, полетим в Москву... На Боинге... А может, полетим еще куда-нибудь в Грузию... Пока не решил... Об этом тоже я говорил... В прошлом ролике... Так, ну и я думаю, что... Можно до 3000 уже снизится... Продолжение следует... Продолжение следует... запишу посадочку так как полет у нас сегодня небольшой в принципе можем еще и посмотреть потом повторчик пролетаем над городом сочи здесь у нас сочи собственно вот он а это морская набережная центральная ее часть так мы зато 3000 заняли и он уже впереди видим олимпийские объекты так давай наверно тогда еще снижаться я думаю что до двух будет достаточно здесь где-то в этом районе прямо сейчас слева где-то вот здесь находится дача Сталина я не знаю к сожалению как она выглядит но возможно даже вот она это и есть не был я на даче у Сталина как-то не довелось не пригласили может оно и к лучшему конечно но она где-то здесь есть и где-то тут же рядом ой 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 сори где-то тут же рядом дача полковника Квитко где-то тут же рядом дача полковника Квитко где-то вот здесь тоже в горах она видимо находится ну в общем дачи таких первых лиц государства в то время до 1500 снижаться будет так давай посмотрим превышение нашего порта здесь над уровнем моря 18 футов всего фактически нулевое пролетаем над аэропортом сочинским где мы будем совершать посадку но пока что мы посадку не совершаем так надув чуть-чуть я уменьшаю дабы сбросить скорость и полетели смотреть и полетели смотреть спортивные объекты олимпийские которые здесь были специально отстроены для олимпиады олимпийские выстрелы и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и вот собственно Ну а мы будем готовиться уже начинать к посадке Так, закрылки выпускаем Субтитры создавал DimaTorzok Так, обороты при посадке на полное А наддув уменьшаем Субтитры создавал DimaTorzok Так, и давай тогда что, сразу снижаемся Мы до 1000, наверное, даже до 800, да? Закрылки в посадочном, огоньки включаем Глядим за скоростью, главное не провалиться Так, так Автопилот уже выключаем Далее идем на руках Далее идем на руках, да? Далее идем на руках, да? Далее! Блин, прям очень круто управляется, очень плавно, я прям даже не знаю, я не привык к такому. Теперь мне еще и к этому джойстику привыкать придется. Так, затремнировал я самолет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я, блин, этого не знал. Короче, я сел на стояночном, думаю, что он, блин, это не прокатывается по полосе. Причем на тормоз я, естественно, не нажимал. Я думал прокатиться по осевой, да потом освободить. Ну, короче, вот так вот, да, стояночный включил. Ну, я не специально, блин, разбираюсь пока только с джойстиком, поэтому как бы, ну вот, сори. Какой первый полет экспериментальный на новом устройстве. И добро пожаловать в аэропорт Сочи. Вот так, стояночный, блядь. Так, ладно, давай посмотрим повтор посадочки. Посадка в аэропорту Сочи. Здесь я уже вручном иду. Аэропорт Сочи. Так. Аэропорт Сочи. Так. Вот. Ну, я тебе скажу, что на этом джойстике прям, может не показалось, может это эйфория, да, там первые видны, ну, по-моему, на нём очень просто стало совершать посадки. Та плавность, которая была нужна, я говорил, это даже без настроек, она появилась, это то, что я хотел. Ну, я думаю, что ещё и поднастроить придётся, наверное. Может быть и нет, может я уже придираюсь, конечно. Вот, штурвал всё-таки сам не будет мне садить самолёт, вот, садить всё равно придётся мне, руками его, так что вот, ну, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok